Так, ну что, давайте начнем. Сейчас я опять лечусь. Так, ну, краткое вспоминание, что было в прошлый раз. В прошлый раз у нас было некоторое введение, которое стояло в том, что мы пытались понять, как можно описывать электронную структуру какого-либо вещества. И при этом были введены некоторое количество утверждений. Одно из них, которое — это определение волновой функции. И физический смысл волновой функции заключается в описании. То, что абсолютное значение квадратной волновой функции — это вероятность трети электронов в определенном месте пространства. Волновая функция позволяет достаточно хорошо интерпретировать все основные свойства электронов, таким как спин, то, что они могут располагаться в одном и том же самом месте пространства, одинаково заряженные отрицательные частицы и прочее. Основной вывод, основное применение к подобному концепту — это, естественно, попытка определить какую-то характеристику, которую мы можем использовать из этой волновой функции. И, естественно, самая интересная характеристика для исследователей всегда является обычной энергией. Потому что разница в энергиях — это то, что мы обычно наблюдаем, можем наблюдать в нашей экспериментальной деятельности. Ну и после небольших исследований Шренингерам было предложено, ну то, что небольшое, хоть, наверное, променьшение, Шренингерам было предложено его уравнение, суть которой сводится к тому, что, применяя некий оператор, а именно Гмультиан, к волновой функции, мы можем получить произведение собственного значения волновой функции на функцию. Собственно говоря, это традиционное дифференциальное уравнение, которое, в принципе, потенциально решается. И, наверное, основная проблема подобных вещей — это в том, что у нас надо начинать сразу с каких-то приближений. Первое приближение — одебеотическое. Суть этого приближения состоит в том, что мы практически не оцениваем движение ядра. Это что значит? Это значит, что мы берем просто систему координат, центрированную на ядро атома, и считаем, что дальше все, что нас интересует, это просто расположение электрона в этой системе координат. Для этого приближения есть веские причины, одна из самых веских причин — это разница в массах. И тот факт, что ядро в две тысячи раз тяжелее, чем электрон, в какой-то степени позволяет нам так делать это приближение. Тем не менее, вы должны понимать, что две тысячи — это все-таки не самая большая разница в мулькулярных массах, в мулькулярных массах, для того, чтобы делать это, говорить о действительности верности этого приближения. Итак, естественно, что для системы, состоящей из двух частиц, потенциально можно решить уравнение Шреддингера аналитически. Аналитически — это просто-напросто взять, как вот нас учили в Матане, и некоторыми математическими преобразованиями получить какие-то решения. Собственно говоря, для одноэлектронного атома там всего две частицы. В данном случае будем считать, что это протон и электрон. Было решено уравнение Шреддингера и в сферических координатах, и как в результате этого решения были найдены все возможные волновые функции биоэлектрона, находящиеся в разных состояниях. И действительно оказывается, что эти волновые функции, они зависит от некоторых целых чисел, которые мы с вами знаем еще и школы. Это главное квантовое число, орбитальное квантовое число, магнитное квантовое число, и какое третье, четвертое уже спиннер. Ну, собственно говоря, в результате у нас есть эти числа, в данном случае это MNL, то есть спиннер в данном виде пока не написан. И для этих чисел, собственно говоря, когда у вас эти числа, допустим, равняются 1,0,0, то волновая функция имеет вот такой простой вид. Где Z, наверное, вы догадываетесь, что это такое? Заряд кого? А? Зарядное число. Ну, зарядное число, да, то есть в данном случае плюс 1, или, проще говоря, еще 1. Вот, собственно говоря, и все. Естественно, для волновой функции, которая описывает 2F0 со стороны, у нас получится некая функция, которая зависит от какого-то угла. Этот угол у нас, какие, как вы думаете, имеют значение? Помните, как выглядит P-облака? Гантельки, да? Эти гантельки могут лежать как? Взаимопервертикулярно, правда? Взаимопервертикулярно в трехметном пространстве могут лежать только тремя способами, правда? Отлично. Вот, поэтому этот угол, собственно говоря, отображает, собственно говоря, эти гантельки. X, X, Y, Z. Что? Ну да, ну извините, да. Вот здесь вот у меня... Я где-нибудь себе запишу. Здесь надо писать 2, потом какое число? P. Да. Да, 1. А дальше? Какое-то зависимое от того, какой у нас там угол. Верно. Это я ошибся, просто набираю формулу. Так. С этим у нас, наверное, все понятно, да? Что такое волновая функция, как она выглядит. Естественно, когда мы говорим об интегралах, мы берем интеграл этой функции и получаем какое-то значение. Правда, Эфиф? Ничего сложного. Естественно, вот где-то там, может быть, даже я попытаюсь потом просто так ради забавы вывесить, для всех квантовых чисел известны эти функции. То есть эти функции, они просто существуют. Их можно использовать, как хотите. В случае многоэлектронного атома что у нас не так? Но основная проблема в том, что аналитически решить уровень Шрингера мы здесь не можем по одной простой причине. Для более чем двух частиц у нас нет математического аппарата для решения этой проблемы. Поэтому нам нужно что-то делать, что-то как-то упрощать. Вторая особенность, то, что когда мы говорили о системе, состоящей из двух частиц, протон и электрон, у нас не было такого понятия, как спин. Потому что спин может возникать там, где у нас как минимум есть два электрона. Правда ведь? Собственно, здесь уже надо вводить такое понятие, как спин. И, в принципе, есть одна маленькая проблема, что на самом деле она даже не является проблемой, то, что если квадрат волновой функции, абсолютно значение квадрата, это плотность, то опять же мы теряем такой параметр, как индивидуальность электронного. Все знают, что такой принцип Паули. из него состоит очень простое, на самом деле, следствие, что если вы поменяете два электрона местами, то волновая функция должна изменить знак. Это более-менее очевидно, исходя из просто рассуждения о спине. Поэтому как раз такое упрощение, оно затрудняет интерпретацию именно спиновой индивидуальности электронов. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы преодолеть эти проблемы, скажем так, чтобы ввести очередное упрощение, следующее после геоботического, было предложено собственно упрощать расчет электрон-электронных взаимодействий следующим способом. Когда у нас с вами считаем, что электрон двигается в поле усредненным, образованным остальными электронами. То есть это означает, что положение электрона в данном случае не зависит от положения других электронов, потому что все остальные электроны дают некое среднее поле, в котором и происходит отталкивание этого электрона от них же. Ну и, соответственно, другие эффекты, как обменный и прочее. Вот, собственно говоря, и все. Слово усредненное, вы, наверное, здесь можете легко угадать на этой формуле в виде каких значков. Давайте смотреть на эту страшную формулу и находить значки, которые говорят о усредненности. Да, вот эти вот, вот эти штуки. Хорошо. Вы помните математику наверняка лучше, чем я. Вот. Итак, значит, таким образом мы можем уже представить, считать все волновые функции для нашего, для каждого текущего электрона в многоэлектронном атоме. Что здесь надо запомнить? Надо запомнить только что, что вот эти вот, такое описание называется одноэлектронным. одноэлектронное описание вот именно вот этого оператора, который нам позволяет из волновой функции получать энергию. Собственно говоря, использование, ну, в прошлый раз я рассказывал про этот терминант слейтера, который является таким большим определителем, мы должны попытаться решить это уравнение, если использовать просто терминант слейтера, получится очень тяжело считаться. Поэтому было предложено упрощение, которое называется хатри-фока, которое, собственно говоря, позволяет нам перейти к сильно упрощенной версии расчета энергии, электрон, находящейся на определенной орбитали, пространственной орбитали или даже и спиновой орбитали. Собственно, крек-адверт состоит из очень, в данном случае, простого уравнения. Значит, давайте вспомним. Помните, я вам говорил, что гаммельпиан это сумма генетической энергии, потенциальной энергии и еще каких-то чего-то. Кто помнит чего? если H это у нас сумма генетической потенциальной энергии, то есть притягивание к ядру и скорость электрона. То, что такое G и K? Кто помнит? Да, естественно. Это G, тогда что у нас такое заставляющее? Это, если написано там, IGT, от нее отнимается K, IGT. То есть это попарное взаимодействие электронов, да? Если это попарное взаимодействие электронов, то он какой у нас? Самое очевидное. Отталкивание, кулоновское отталкивание. Но у кулоновского отталкивания есть такая поправка, которая говорит о том, что электроны с одинаковым спином, который был установлен экспериментально, отталкиваются от себя друг от друга немножко хуже. Поэтому есть такая называется обменная поправка, которая называется K. Она тоже рассчитывается, исходя из положения электронов, это те же самые интегралы, которые, собственно, нам позволяют все это сделать. Вот. Естественно, что таким образом мы можем посчитать, зная, какое у вас количество электронов, используя те функции, которые мы с вами нашли раньше для любого пространственной орбитали. Помните? Пространственные орбитали — это вот эти функции, которые мы с вами нашли для атомоводорода. И, применяя, собственно говоря, подобный оператор к этим пространственным функциям пространственных орбиталей, мы с вами можем высчитать энергию. Что, собственно, и надо. Что можем сделать для атомов? Что нам делать в случае молекулы? Чем молекула отличается от атомов? Давайте вспомним. Там есть еще как минимум одно ядро. электронов. Ну и как минимум еще больше электронов. Естественно, как мы помним, есть несколько теорий образования химической связи. Давайте вспомним про самую распространенную из них. Это теория линейная комбинация атомных орбиталей. Значит, если мы до этого только что в предыдущем слайде с вами научились считать энергию для атома, при том, что мы можем предположить, какие у нас там есть орбитали пространственные, то для молекулы что нам остается сделать? взять два атома, для них построить орбитали пространственные, спин-пространственные орбитали и сделать из них линейную комбинацию. Для линейной комбинации что нам нужно? Просто если что-то складываем, это же не линейная комбинация, правда ведь? Накид коэффициенты, с которыми мы их складываем. Вот. Собственно говоря, эти коэффициенты и называются в данном уравнении C. Хорошо. Откуда мы их возьмем? В принципе, здесь написано, но я хочу, чтобы вы попытались привить дедукцию. Так написано в тех файлов, которые я вам дал, там действительно достаточно простой. описание квантовой механики, там, ну то есть квантовой химии, там написано, что все, что вот это сейчас мы с вами обсуждаем, это просто дедукция на основе очевидных вещей. Давайте подумаем. Вот если у нас есть молекула, значит что? у вас может быть два атома, находящиеся на бесконечности друг от друга? Или они сближены друг к другу? И это молекула. Если это молекула, вы знаете, что она существует, значит она находится в каком-то минимуме энергии. Это значит, что все, что нам нужно, это взять производную по энергии от значения коэффициентов, и эта производная должна равняться нулю. Почему нулю? Потому что у вот этой функции энергии есть только один экстремум. потому что максимальное значение энергии для молекула может быть бесконечностью. Теоретически. А минимальное какому-то минимуму равняться. Это понятно почему? А? Почему он один? Глобальный один. Настоящий, самый маленький экстремум, он один. Ну то есть, конечно, мы понимаем, что для сложных молекул у них может быть рядом находиться близкий по энергии значение минимумов, но настоящий минимум он один. Ну и для простых молекул, для которых, надо признать, что кванатовой химии на сегодня работает с молекулами небольшого размера, там до 100 атомов. И, собственно говоря, для таких молекул у них конформационное разнообразие достаточно невелико. А если у них невелико конформационное разнообразие, то, соответственно, мы можем полагать, что мы можем найти глобальный минимум. Ну, на самом деле, можем полагать. Это не значит, что мы действительно его находим. Итак, а теперь можете мне пояснить, почему у молекулы может быть бесконечная энергия? В каком случае? В каком случае может быть бесконечная энергия? с точки зрения формулы, Сингулярность. Это, конечно, звучит хорошо. Кто слопнулся? Атомы? Атомы – это совокупность ядра плюс электронная плотность, правда? Так что слопнулось? Это просто у нас кинетическая энергия будет равняться нулю, а функциональная будет хорошая. Можно беречь по-другому? Вообще вы вместе половые хлебания? Да нет, все проще. Если вы берете, совместите, у вас ядра, они положительно заряженные, да? Если вы совмещаете их друг в друга, то энергия их отталкивания будет чему равняться? Почему? Потому что по закону кулону вы делите на ноль. Правильно? Успеваете мысль? Ладно. Так, ой, мне влезло в кадр, какая досада. Значит, естественно, что есть одна неприятность с теми функциями, которые я вам показывал, с ними не очень удобно иметь дело. Волновыми функциями, да, орбитальными функциями. Почему? Потому что когда мы должны их как-то суммировать между собой и комбинировать между собой, мы должны какие-то ставить коэффициенты и в итоге получать какую-то еще общую функцию. Правильно? Мы договорились об этом, что в молекулярном для молекул мы должны перед для атомных орбиталей их суммировать с помощью каких-то коэффициентов. Это все можно было бы делать, но гораздо удобнее это делать, используя такие штуки, как гусяны. Гусян выглядит вот так. Все видят, как. Или мне надо взять какой-нибудь предмет для тыквы. А, кстати, у меня же он есть. Да, может быть выключен. Вот, шикарно. Вот это и есть гусян. В чем его основное свойство? Приятное. То, что он позволяет на самом деле ловко манипулировать этими коэффициентами. Когда вы их там перемножаете друг на друга, они переходят из степени в степень, и нам сильно все это упрощает. Для чего нам нужно использовать гусяны? Гусяны мы используем для того, чтобы упростить счет. Но с другой стороны, упрощение счета ведет, как всегда, к чему? К ошибочкам, к неточности. Собственно, для того, чтобы их избежать, используют сумму гусянов. Вот простой пример. Есть настоящая волновая функция для кого? Ну, наверное, для протона. Ну, для атома водорода. И, собственно говоря, мы пытаемся аппроксимировать его разным количеством, примерно всего двумя гусянами. При этом у нас получается, видите, голубая линия очень хорошо совпадает на определенном диапазоне. Но даже вот такое хорошее совпадение и оптимизация коэффициентов в итоге приводит к тому, что у нас есть ошибка ни много ни мало в энергии ионизации 87 кгж на моль. Тем не менее, гусяны удобны. Естественно, чем больше гусянов вы используете, чем больше коэффициентов вы оптимизируете под волновую функцию, тем точнее получается график. Ну, естественно, тем меньше ошибка. Вот что такое гусяны. источники ранее используются для расчета уже аппоксимации волновых функций атомов. Здесь всем все понятно? Что такое гусяна? Да? Нет? Хорошо. Значит, подход рутанов-холла состоит в том, что если муникулярная орбиталь, то сумма функций с коэффициентами, то, естественно, это еще исследует из линейной комбинации атомных орбиталей, то, собственно говоря, эти коэффициенты нам и надо искать, надо оптимизировать, потому что атомные орбитали, будем считать, что это уже известная величина. Собственно говоря, таким образом у нас все сводится к очень простому вот этому типу уравнения, в котором говорится о том, что оператор ФОКа по коэффициентам, для коэффициентов, которые мы хотим оптимизировать, будет равняться ничему иному, как оператор интеграла перекрывания электронных облаков по отношению к этим коэффициентам, умноженное на энергию. Вот, собственно говоря, и все. Таким образом нас интересует, у нас будет основная наша проблема будет заключаться дегрализация матриц и, в общем, собственно говоря, нахождение этого объемного перекрывающегося матрицы перекрывания. Тут есть один вопрос, что, вот, если вы следили за мыслью, то, естественно, что такое матрица перекрывания? Самая более-менее очевидная вещь, да, у нас в молекуле с вами при приближении атомов некоторые орбитали начинают между собой перекрываться, образуются гибридные версии этих орбиталей, правда? Все помните СП3, орбитали и прочее. Как нам с этим жить? Если у нас известны атомные орбитали, мы должны найти коэффициенты, а от коэффициентов зависит, собственно говоря, и само перекрывание. Получается, мы должны найти что-то, что зависит от самого себя. То есть от матрицы коэффициентов С зависит матрица перекрывания. Поняли проблему? Или нет? Матрица перекрывания это описывает то, какие облака между собой перекрываются. Правда? А? С? Вот это. Ну, в итоге все эти играют приводятся к матрицам. Ну, интеграл это, смотрите, у вас есть интеграл, это, нет, вы, конечно, правы, то, что это интеграл, но когда вы берете интеграл, вы должны расписать, кто с кем как у нас замолист. У вас много электронов, правда ведь? Какой интеграл, с кем? Вот, ключевой момент здесь, это вот это вот, опять скобочки, видите? Собственно говоря, из-за того, что это скобочки, мы опять строим матрицу. Значит, если мы строим матрицу перекрывания, то мы должны просто-напросто определить, кто с кем, в какой коэффициенте перекрывается. Собственно, что следует именно из коэффициентов для расчета молекулярно-волновой функции. То есть у нас получается что? У нас степень перекрывания зависит от матрицы С. Собственно говоря, и сам С зависит тоже от степени перекрывания. Вот это понятно отсюда? С это матрица вот этих коэффициентов первого атома и волновыми функциями. Все уже проследили за этой мыслью? Тогда, собственно говоря, для этого был предложен подход E, который является итерационным. В чем его идея? Значит, если мы полагаем, что у нас молекула находится в стационарном состоянии, что тогда разводная дельта Е производная энергия по коэффициентам пересечения атомных орбиталей равняется чему стационарное состояние это минимум? Нулю. Верно. Собственно говоря, мы должны варьировать коэффициенты в матрице ФОКа и до тех пор, пока у нас с вами не получится одинаково, одно и то же значение энергии. Собственно говоря, здесь так и происходит. Значит, мы сначала на старте генерируем какие-то орбитали, почему они могут генерироваться достаточно неточно, из координат атомов, и получаем из нее матрицу ФОКа. Потом мы диагнозируем матрицу ФОКа, для этой матрицы ФОКа начинаем рассчитывать энергию, посчитали энергию, из этой энергии определили новые коэффициенты си в матрице ФОКа. То есть, мы из новой матрицы ФОКа получили новые, после диагнозации, получили новые коэффициенты си. Если оказалось, что различия в энергии для новых и старых коэффициентов существенные, как правило, это там 10 минус 7 этих атомных единиц, что примерно составляет там очень-очень-очень мало, то тогда, если оно существенное, то мы повторяем эту процедуру до тех пор, пока у нас не получится изменение энергии очень маленькое. Если оно маленькое, то мы объявляем, что у нас все сошлось и печатаем результат. Собственно говоря, словами это написано здесь о том, как все это происходит. я не думаю, что это стоит зачитывать, потому что в принципе все то же самое. Таким образом, то, что я сейчас вам рассказал, это все, что для этого нужно, для подсчета подобной электронной плотности для молекулы является что нам нужно для этого? Вспомним. какие коэффициенты нам для этого нужны? Какие знания нужны? А там орбиталь, который мы один раз посчитали. Значит, мы их нашли как? Просто исходя из каких-то константов и математики. Какие константы мы используем? Давайте вспомним. Что? Заряд электрона. Еще? Масса электрона. Еще? Скорость света, постоянная планка, заряд ядра. Ну, заряд ядра на случай был для протона, естественно, была бы констант единица тоже. То есть, мы это все привели к нормальным единицам, когда у нас заряд электрона равен заряду протона равняется единице в абсолютном значении. Но, собственно говоря, неудивительно, что подобный способ вычисления электронной плотности приобрел название Абнишо. Что такое Абнишо? Просто с нуля, да? С самого начала. То есть, получается, что действительно нам нужны простые физические величины, константы, которые позволяют нам рассчитать электронную плотность. Это все хорошо теоретически. Практически мы понимаем, что, как я уже сказал, что часто для того, чтобы использовать этот расчет, сделать чуть более простым и более ловко манипулировать произведениями волновых функций, мы волновые функции представляем в виде суммы гусянов. Важное свойство гусянов состоит в том, что сумму функций можно представить другим гусяном. Ну, просто простое математическое свойство. И, собственно говоря, с помощью, чем больше мы используем гусянов, тем лучше мы описываем. Вот количество и качество используемых гусянов называется базисным набором. Тот базис, на основе которого вы определяете расчет волновой функции, ну, орбитальных функций. гусянов. как видите, это может быть совершенно разные функции, которые вам позволяют определить, построить нужную вам плотность. вот. Значит, естественно, то, что, как я уже говорил, чем больше гусяновских функций вы используете, тем точнее у вас получается обсчет для точнее приближения к известной луновой функции. Но тут у вас есть два параметра. Давайте посмотрим. сколько у нас тут параметров на самом деле? Раз, два, три, четыре. Ну, там еще переводя координатам сферическим, все это можно немножко упростить, если мы говорим об одном атоме. Значит, естественно, что у нас есть два основных параметра, которые мы можем упростить, это все, что связано с x, y, z и степенями, которые перед ними стоят. Это вот это. Мы можем представить в виде одной буквки d. В этом получается два параметра, потому что d это параметры, которые описывают пространственное что-то там, и альфа это то, что у нас собственно и сама функция. У нас, если мы можем менять оба этих параметра в нашей гусяновской функции, при расчете наших гусянов, то такие вычисления называются неограниченными, по-английски uncontracted. Это с точки зрения вычисления достаточно сложно, поэтому, как правило, стараются сделать так, чтобы для некоторых орбиталей мы меняем только один параметр, и только для очень важных орбиталей, которые находятся вероятно, где те орбитали в молекуле более важны, чем другие, как вы думаете? Внешне, естественно. Значит, для внешних орбиталей пытаются использовать uncontracted или неограниченные вычисления, а для тех, которые внутри, можно что-то и упростить, сделать попроще. Ну, и, собственно говоря, для опять же разных орбиталей у нас с вами есть опять же набор таких же функций, как когда-то, сравним с теми функциями, которые мы когда-то получили для атома водорода. Собственно говоря, вот их список, ну и все. Майоруна и так далее. Все это можно сгенерировать. Итак, у нас с вами существует несколько типов базисных наборов. Тут на самом деле есть некая историческая загвоздка, суть которой состоит в том, что одной из первых и самых распространенных программ для вычисления квантовой химии была программа Гусиана. И она, и люди, естественно, пытаясь немножко упростить общение с друг другом, стали придумывать забавные сокращения. Собственно говоря, и вот на основе этой программы, ну то есть на сегодняшнем мальчике существует несколько возможных способов описания базисных наборов. Но наиболее распространенные это описание базисных наборов, принятое в этой программе. Поэтому то, что сейчас я говорил, вы должны понимать, это не является какой-то истинной природы, а просто некие упрощения, которые введены в конкретной программе для вычисления чего-то там, а именно электронных свойств молекул. естественно, у нас есть наборы с минимальным набором, так называемые 100 STO NG. Значит, в данном случае у нас мы стараемся минимизировать расчет, рассматривая только орбитали атомов. для тех элементов, которые не содержат DR-миталий, собственно говоря, это еще может быть как-то отчасти приемлемо. В то время, когда уже сложных орбиталий, у нас это не работает. Орбитали сложного типа, ну, как вы помните, DR-миталий как выглядит? Ну, как-то так, да. какие-то крести. А так, там цвет, да, значит, ну, четыре цветочка и еще там какой-то кругляшок, да? Или это уже F? Да. Хорошо. Значит, естественно, для того, чтобы никому не интересно считать простые орбитали, были введены уже новый тип, ну, то есть, следующий тип базисных наборов это, так называемые, double z-базистные наборы. Суть которой сводится к тому, что это линейная комбинация гусянов, которые используют только один, изменение по одному коэффициенту, плюс диффузных функций. Значит, диффузные функции это не в явном виде не является орбитальной. Это некая дополнительная поправка к гусяну, которая делает орбиталь более правоподобной в случае того, когда у нас начинаются какие-то определенные случаи, которые относятся к разным элементам. Значит, естественно, что у нас появляется, это все связано с анизотерапией. А в данном случае анизотерапия, как вы думаете, это что? Анизотерапия, здесь написано про работа, что позволяет работать с анизотерапией по Px, Py, Pz. Давайте подумаем, что так может быть анизотерапия для какой-нибудь молекулы. Работа на поле какого-то это есть 2, есть 2, атомы полагаются вот так, то появляются свойства по оси, которые не соединят ядром, появляются свойства по этой оси молекулы другие, чем по при калликулярной оси. Если мы берем какую-нибудь центрированную систему координат на центр между двумя этими атомами, тогда получается симметричная функция. Правда? Если атомы одинаковые, она будет симметричная, она анизотерапия будет тогда, когда атомы неодинаковые, когда у вас есть чуть более атом с одним основным кванатным числом и атом с другим кванатным числом. Вот это называется анизотерапия. Проще говоря, если говорить об органической химия, то это соединение, где кроме углерода есть еще что-то. Итак, ну и собственно говоря, есть еще и следующий подход, который называется, который на сегодняшний момент самый распространенный, я здесь его привел по-английски, это когда у вас есть разделенный базисный набор. Что, в чем стоит идея этого разделенного базисного набора? Значит, у вас есть разное описание для, как вы догадываетесь, внутренних орбиталей и внешних орбиталей. Собственно говоря, для внешних орбиталей вы используете диффузные и обыкновенные ограниченные функции, для внутренних только ограниченные. Собственно говоря, общий вид подобной записи, но это естественно является на сегодняшний момент самым распространенным использованием базисных наборов. Это он введен исследователем, который называет фамилик попул, и общий вид его стоит следующим. То, что у вас сначала идет какая-то буковка, потом какие-то циферки, потом Г. М это, конечно, не буковка, а количество ограниченных гусянов на один невалентный электрон. Это понятно? Или вы уже все заснули? Давайте я это просто поясним. У вас есть, еще раз, у нас есть волновая функция, которую мы пытаемся описать гусянами для каждого электрона. Нам нужно это, мы это сделаем описание гусянами только для того, чтобы нам побыстрее считать, потому что свойство гусянов таково, что сумма двух гусянов есть другой гусян. Понятно, да? Значит, дальше у нас начинается разделение, что в принципе коэффициенты в этих гусянов могут меняться сразу два, а может меняться только один. Собственно говоря, мы стараемся не менять коэффициенты для тех электронов, которые находятся внутри, а для тех, которые находятся снаружи, нам придется менять коэффициенты, потому что эти электроны участвуют в образовании чего? связи и каких-либо взаимодействий. Значит, что у нас, собственно говоря, это и означает, что у нас для тех электронов, которые находятся, не находятся на внешней электронной оболочке, мы считаем с помощью каких-то табличных гусянов электронную полотность. А те, кто ходит на оболочке, мы еще должны ввать дополнительные функции. Наличие, собственно говоря, букв после минуса означает, что у нас действительно есть электронные на внешней оболочке, которые описываются другим способом. А дальше описывается, из какого количества гусянов и их линейной комбинации описываются эти электроны на внешней оболочке. Естественно, тут есть у нас как обычное разделение на легкие и тяжелые атомы. Помните, что такое легкий атом? Знаете, не знаете. У вас есть два легких атома в амлице Менделеева, догадайтесь, кто это. Да, гелий, все остальные тяжелые. Собственно говоря, тут есть для этого есть очень простая причина. Какая? ну да, что на самом деле легкие атомы имеют сферические атомные орбитали. Там очень простая функция. То есть, если они находятся в стационарном состоянии. В случае тяжелых там все немножко сложнее. Значит, собственно говоря, давайте посмотрим. вот простой пример для углерода. Для электронов, которые находятся внутри от каких орбиталей? Какие орбитали являются внутренними для углерода? 1С. Все. Точка. Значит, у них их орбитальная функция описывается тремя гусянами всего. В треме как для электронов, которые находятся на втором уровне, которые являются валентными, которые могут участвовать в образовании эквивалентной связи, у нас с вами в данном случае мы к этим трем функциям добавляем еще три функции. Одна из которых является диффузной. Ну вот. Все по поводу... Нет, это не все. Значит, теперь по поводу звездочек и плюсов. Сейчас я объясню, почему это все надо более-менее хорошо знать, потому что часто в литературе пишут, допустим, мы оптимизировали молекулу с базисом 6 минус 31 Г плюс плюс звездочка звездочка. После чего человек, который совершенно не знаком с этой областью литературы, начинает выпать в осадок. Что значит эти бесконечные наборы символов? Поэтому все, что я сейчас хочу, чтобы вы просто немножко запомнили о том, что значит плюсики, что значит минусики, что значит 631 Г. Кстати, а вы знаете, что уже я вам сказал, что такое 631 Г. Давайте почитаем, сколько гусянов описывают электроны на валентной орбитали, если у нас запись 631. Нет? Вы поняли в принципе правильно, но забыли то, что на самом деле это линейная комбинация всех цифр. То есть для кор 6 гусянов, а для внешних 10. Вот. Значит, когда у нас есть звездочка, мы добавляем гусяны, которые нам позволяют работать с поляризацией. Несколько так, с анизотропией. Значит, если у нас есть аминезотропия, то мы добавляем для тяжелых атомов звездочку. То есть если у нас система, в которой есть разные атомы, то мы по определению должны использовать звездочку. Но бывает, когда есть две звездочки. Как вы думаете, здесь написано, что это такое? Ну давайте на пальцах поймем, что же это значит. Две звездочки. Да, мы начинаем хорошо описывать P-орбитали легких атомов. Не только S, но и P. Для чего это нам нужно? Давайте вспомним, почему может быть кем-то быть занята P-орбиталь водорода. но кем она может быть использована? Для чего это нам надо? Каким? А может есть другое свойство, которое позволяет его использовать чужую орбиталь водорода? Я знаю такую молекулу, очень популярную на нашей планете, которая использует P-орбиталь водорода. Неожиданно. Ну естественно вы должны тоже догадаться о чем идет речь в данном случае. Наверное, да. Вот. Плюсик. Значит плюсик нам нужно для того, чтобы работать с системами, у которых у нас есть некая поляризация. На самом деле достаточно сложно, потому что оказывается, что когда мы обыкновенный гусян, стандартный набор гусянов, то они плохо описывают системы, в которых у нас с вами есть электронные пары на внешней орбиталии. Для этих целей используются плюсики, которые добавляют некоторые гусяны, опять-таки дополнительно еще больше гусянов в описании волновой функции для того, чтобы получить хорошее значение плотности. Суть героплюсики. Естественно, и в этом гусяне значение альфа достаточно мало. Тут написано, что это все используется для тех систем, где у нас электронная плотность достаточно далеко от ядра находится, и она имеет повышенное значение. Это анионы, электронные пары и прочее. Это опять же для чего нужно. еще одна молекула, опять же не менее популярная на нашей планете, для которой нужно использовать плюсик. Какая? Тоже вода. Это тоначьи видность. Значит, итак, естественно, что можно все это свести, все, что я вам говорил, в одну простую табличку. Суть, которая сводится к тому, что у нас есть байсный набор типа СТО, который использовать сейчас уже практически не стоит. Потому что они заведомо уже работают достаточно хорошо. Наборы допустим 631G просто, без всяких плюсиков и звездочек, можно использовать там, где у вас нет поляризации. Ну, если вам интересно считать полиэтилен, пожалуйста. Хотя там тоже какая-то часть поляризации есть, но все-таки мы считаем, нет. Естественно, когда мы вносим звездочку, можем считать так называемые соединения, в которых у нас есть тяжелые атомы. Внимание, когда у нас одна звездочка, мы говорим о тяжелых атомах. Тяжелые атомы, которые имеют разные атомные числа, основные атомные числа. естественно, то, что две звездочки, это нам уже позволяет работать с водородной связью, и чуть более точно мы можем уже описывать плюсы и звездочки с помощью другой нотации, там, где у нас в скобочках указано количество конкретных конкретных функций. Давайте подумаем, такое плюсик. Давайте вернемся к тому, что у нас такое звездочка. Это дополнительные гусяны. Гусяны, которые относятся к чему, как вы думаете? А? Нет, а вот с точки зрения просто атомной орбитали. Новые, дополнительные гусяны, они откуда берутся? Это просто выдуманные из головы, что-то еще. Неправда. Это гусяны, которые описывают орбитали, которые не заняты. Собственно говоря, это можно одинаково справедливо говорить и всем прочим. Значит, если у нас есть незанятые орбитали, то, естественно, мы можем, понимая химически, что для разных элементов незанятые орбитали имеют разные формы. Там, D, F, все, что угодно. Естественно, для водорода незанятая орбиталь какая? P. Да. Не спим. Сейчас будет перерыв. Вот. Ну и, собственно говоря, диффузное описание дополнительных орбиталей также может быть использовано в виде нотации с помощью скобочек. Там, где у вас в явном виде описывается то, какого типа функций вы хотите сюда внести. Вот. Собственно говоря, наверное, про базис наверное все. Единственное, что здесь хочется заметить, что не стоит, как не стоит делать. Никогда не стоит считать заведомо глупые варианты. то есть использовать маленькое количество основных базисных функций и при этом использовать высокую точность для всяких внешних электронных орбиталей. Это заведомо не сработает. И опять же, используя очень высокую точность для основного базисного набора, использовать невысокую точность для внешних орбиталей. То есть это заведомо глупые шаги. И вот на это надо немножко обращать внимание. Но, как правило, в современной литературе подобных глупых ошибок вы уже не найдете. Сейчас у нас перерыв. Давайте продолжим. У вас мало времени осталось. Так. Помните, на том практикуме вы что-то считали? Оно считалось быстро? Да. А теперь расскажу почему. Значит, естественно, что когда вы считаете нормально взаимодействие между электронными попарными, у вас получаются совершенно большие комбинации. Тем более, что еще нередко надо использовать двухэлектронные взаимодействия. это и когда у вас естественно есть ячейка, в которой находятся два спиновых электрона. Ну, то есть два электрона с разными спинами. Естественно, все это приводит к сложности задачи порядка м4, где м это размерность базиса. Размерность базиса, как мы договорились, это примерно 10 гусянов, а может быть и больше. Естественно, что в такой момент все эти преобразования линейной алгебры на компьютерах средней мощности приводили к тому, что это просто не работало. Поэтому работало очень медленно для очень небольших молекул. Но людям, как обычно, не хочется ждать, они хотят получать разумные какие-то результаты прямо сейчас, а не через 20 лет. Поэтому была предпринята основная идея это уменьшить стоимость этого расчета прикрывания двух электронных интегралов. И для этого были предприняты некоторые упрощения. естественно, что для таких систем у нас происходит, мы можем считать большие системы, если вы смотрели помощь КМОПАКу, мы можем считать целый белок. То есть это явно больше, чем сто атомов. И с другой стороны, это очень высокая скорость счета, когда вы можете считать очень много раз одну и ту же систему. Вам утверждение какими-то странно, раз одну и ту же систему. Не кажется? кажется? Правильно. Это типичный пример подобного. Это допустим расчет электронной плотности в инзематическом центре во время динамики самого белка. То есть у вас белок шевелится, у него все меняется постоянно, и вам еще нужно под это постоянно рассчитывать электронную плотность. То есть естественно, что подобные расчеты чрезвычайно требуют много ресурсов, поэтому упрощение имеет смысл. Итак, основные приближения, которые делаются в семиэнтерических методах. Это естественно то, что в явном виде обсчитываются только валентные электроны. Это достаточно жесткое приближение, потому что влияние невалентных электронов нередко является значимым с точки зрения энергии. Естественно, обсчитываются орбитали только те, которые заселены. Понятно, да? То, что мы с вами обсуждали, что для того, чтобы чего-то поляризация почитать, нужно учитывать незаселенные орбитали. Естественно, вводят упрощение нулевого дифференциального перекрывания. Это опять же берут и некоторую часть двух электронных интегралов просто обнуляют, что на самом деле тоже может привести к значимым ошибкам, но здесь есть одна небольшая особенность. эта особенность стоит в том, что все эти ошибки стараются компенсировать экспериментальными данными, которые вводятся при общете волновой функции. То есть волновая функция может описываться здесь уже не гусианами, а специальными функциями, в которых у вас есть некий коэффициент, который вырастает из экспериментальных данных. Поэтому называются полуэмпирические способы. Следите за мыслью, что такое экспериментальные данные. Это очень просто. Вы взяли какой-то атом, посчитали энергию иминизации этого атома и подогнали коэффициенты в ваших ухо ухо так, чтобы эта энергия иминизация воспроизводилась. Все очень просто. Значит, естественно, что с точки зрения всяких наших матриц, которые мы с вами рассматривали, это обменная матрица обмена S в данном случае будет равняться единице. И тогда уравнение достаточно сильно упрощается. И это все называется упрощением метода ZDO. Это когда догадываетесь Z, то что? 0, D. Дифференциальная, да, а O overlap перекрывание. Так, естественно, что быстро выяснилось, что подобный подход имеет свои недостатки. А именно невысокое качество счета с точки зрения теплотообразования и всего прочего. после чего стали появляться разные модификации этого дела. И суть в этом состоит в том, что при этом по-разному обнуляли эти интегралы. Иногда полностью, иногда частично, иногда некоторые выборочно обнуляли, некоторые оставляли, некоторые обсчитывали. Но и в итоге на сегодняшний момент самый распространенный и самый точный считается методом семейства вот это NDDO и его модифицированную версию. Как вы думаете, N действительно что такое? Если DO мы разобрали, что такое differential overlap, да? А N? Это на самом деле вопрос, на который нормальный человек не ответит. Ну если вы только не знаете это. Это нагляд. Это частичное пренебрежение означает. И тогда это у нас есть вот эти методы, которые MNDO, которые уже позволяют достаточно неплохо обсчитывать теплоты образования и все прочее. И мы собственно говоря пользовались программой, которая называется как NAPAC. С помощью нее мы считали в каком базисе. Помните, она такие не базисы, а система параметризации, а M1 и P3. Мы сравнивали и увидели, что принципе разницы между ними особо нет, но какая-то есть. Это просто эволюционное развитие параметров для этих полуэмпирических расчетов. На следующий момент для ампак вы можете использовать базисы, фунибазисы, а параметры Pm6, Rm1 и Pm7 даже есть. Значит, овсяни, под всех них можно почитать в литературе какие-то таблички, они воспроизводят что-то лучше, что-то хуже, и естественно, если вы хотите использовать вот этот подобный быстрый метод счета, то тогда вам нужно просто быть в курсе, что лучше, что применять для каждой конкретной системы конкретно выбранный подход. Значит, естественно, что для каждой системы, для каждой этих подходов есть разные системы параметризации. Ну, это на самом деле самое очевидное, что если нас интересует, как правило, теплотообразование, то есть энергии, образование молекул, то нас интересуют естественно методы, которые опираются на такую параметризацию. Ну, собственно говоря, здесь придана некая табличка, скорее она справочная, это вам на будущее, если заходите это использовать, то есть не надо, конечно, записывать из-за рассолд, в любом случае. Здесь написано о том, какой метод, когда надо использовать. Ну, она может немножко устарела, потому что я сказал, что там есть уже новые методы, М1 и ПМ6, которые позволяют опять же получать более точные данные для нужных вам свойств. естественно, я знаю, есть еще в Чехии, да, в Чехии, группа, которая активно разрабатывает полуэмпирические параметры для расчета именно белков, для того, чтобы очень эффективно производить водородную связь и догадайтесь, что еще? Нет, гидрофобные не бывают парам взаимодействия, правильно? Такие взаимодействия, считайте, вот мы еще ни разу не упоминали. А? Да, стекинг, стекинг, именно стекинг. Или вандервальцевые, или диспрессионные эти взаимодействия называются. И вот, естественно, вот про это здесь нигде не написано, но в реальности есть еще и наборы специальных параметров, которые позволяют использовать, именно, учитывать и стекинг так же, что, конечно, хорошо для, как вы догадываетесь, мукулярных систем из живого мира. Вот. Значит так, что у нас тут есть? Теплотообразование, электронные спектры, плохо воспроизводство. Главное, здесь, наверное, строчка, только что смотреть, что плохо воспроизводится, чтобы неожиданно не сделать глупости. Вот. Естественно, основной недостаток метода H3Focus состоит в том, что вы расцениваете и вообще всего этого подхода состоит в том, что вы не очень точно оцениваете расположение электронов в поле других электронов. И естественно, что в этом случае электронные переходы между стабильными состояниями могут обсчитываться плохо. Давайте представим случай, когда у нас есть переходы электронов из одного стабильного состояния в другое. хорлофилл. А? Не понял. Хорлофилл? Возбуждение, да? То, что мы делали с вами в практикуме. Мы опять же пытались посчитать энергию, если там у нас плюс, минус один электрон, то есть и прочее возбужденное состояние. Вы же тоже их считали, да? префирина. Считали в практикуме? Спектр? Я нет. Почему? Это обязательно задание. Вот. Значит, естественно, что тут есть какие-то проблемы, и поэтому нам надо как-то научиться работать с системами, которые возбужденные. Потому что ведь электронные свойства системы, именно ее всякие спектры и все прочее возникают из возбуждения. И это очень важно. Это нужно. Это нужно уметь считать для того, чтобы иметь представление о том, что происходит при возбуждении какой-то или иной волны такой-то молекулы, где там скачет электрон. Вы можете себе представить применение подобного знания? Давайте. Нет. Зачем мне знать у хорофила, куда у него скачет электрон? Я знаю, что он возбуждается и все. Ну, и спускает что-то там, да? И использует эту энергию. Где нужно детальное знание электронных переходов? Где это происходит? Реакции возбуждения электронной полностью от несколько электронов это немножко разные вещи. Реакция там вы приблизили один автор на другом и дальше произошло какое-то изменение облаков и образовалась связь, да? Давайте, быстренько, быстренько, время мало. А? Нет, спектр понятно. Где ты можно использовать в явном виде? Вот спектр ну снял, посмотрел, ну красивый спектр, дальше что? Где мы можем использовать информацию о том, как конкретно происходит электронный переход при возбуждении? А? Нет. Мы уже договорились, что изучение реакции это просто образование связи, изменение формы облаков. Скучно это. Какие же все биологи, а? Подумайте, у вас в любом... Вот вы сидите все за компьютерами, что там? Полупровники. Правильно, полупровники. А полупровники, они что делают? Отлично. Вот. Значит, собственно говоря, для того, чтобы все это дело действительно научиться считать и правильно оценивать межэлектронные взаимодействия и всякие возбуждения и переходы, существует несколько основных методов мокрационного взаимодействия, метод самосегласованного поля, теория и взаимодействия. Миллера-Плиссе. Значит, мы давайте сейчас быстренько про это проскочим, потому что по большому счету к тому, с чем мы работаем, это большое отношение не имеет. Ну, конечно, для любителей хаворофилов может быть это и важно, но они это изучат дополнительно. Итак, значит, метод мокрационного взаимодействия. Все очень просто. Мы можем посчитать самое удачное расположение электронов, когда они все спарены, да? Может, с вами договорились. Когда у нас дельта Е, ну, производная энергия по коэффициентам равняется нулю. Дальше, что мы делаем? А дальше мы начинаем рассматривать энергию системы как линейную комбинацию разных электронных конфигураций. Понятно, нет? Давайте все это нарисуем пальчиком. Электронная конфигурация атома какого? популированная. Это одна конфигурация, да? Давайте еще одну нарисуем. Да? Ну, еще можно нарисовать, да? Можно еще нарисовать? Ну, да, нарисовать пресходы дальнейшие эти штуки. Значит, у нас есть какой-то набор конфигураций. Естественно, что когда мы начинаем описывать возбужденную молекулу, мы пытаемся описать как линейную комбинацию разных конфигураций. То есть, мы для каждой конфигурации что-то считаем и подгоняем и подгоняем потом коэффициенты для того, чтобы получить уже правильную волновую функцию для целой молекулы. понятно? Или нет? Вы, давайте, смотрите, у нас все очень просто. У нас мы научились считать для стационарного. Нашли все коэффициенты, нашли форму облаков. Потом мы это стационарное, перемещаем электрон в другое место, снова находим все коэффициенты. У нас получается две волновых функции. Две волновые функции для молекул в возбужденном и не в возбужденном состоянии. Собственно говоря, для того, чтобы правильно оценить это возбужденное состояние, у нас может быть много. Правда ведь? А дальше мы должны построить общую функцию, которая удовлетворяет в принципе молекуле в возбужденном состоянии. Всем в возбужденном состоянии. всех конфигураций. Для того, чтобы это сделать, мы берем и с помощью линейной комбинации встроим нужную волновую функцию. Все. Так. Корреляция. Корреляционные взаимодействия. Что это такое? Очень просто. у нас было предположение, что электрон у нас летает в пространстве поля, среднем поле других электронов. А это не так. В реальности электроны могут сближаться и при этом начинают отталкиваться сильнее, чем когда они находятся по разной стороны от атома. Это очевидно. Достаточно, было сильное приближение. Естественно, что это приближение примерно приводит к тому, что у нас получается ошибка порядка одного процента. Подсчетка потерь корреляционных взаимодействий, ошибка в энергии. Вот. С помощью, конечно, методов инфекционного взаимодействия можно попытаться вот эту корреляционную составляющую как-то найти, но все это сложно и дорого. Но позволяет увеличить точность счета достаточно сильно и определить, ну, то есть, вот эти, от этого 95% 95% этой ошибки покрыть. Метод самосогласованного поля. В данном случае мы уже начинаем варьировать не только коэффициенты перед орбиталями, но и самую форму. Это опять еще сложнее, но при этом гораздо более точно. Форму варьируем орбиталей как мы? Давайте вспоминаем снова. Как мы варьируем форму орбиталей в молекуле? А? А? Да, форму. Форму орбиталей. У нас орбитали это сумма атомных орбиталей, да? Эту сумму мы делаем с чем? С коэффициентами. Отлично, вы уже даже все помните. Значит, если мы делаем все это с коэффициентами, то, естественно, когда мы начинаем, когда мы первый раз с коэффициентом взаимодействия, мы просто варили коэффициенты для уже найденных молекулярных орбиталей. Но если мы хотим использовать самосогласовое метод санкционового поля, то у нас надо уже переоптимизировать коэффициенты для атомных орбиталей, чтобы получить новые молекулярные орбитали при конформационном взаимодействии. Это не тот цикл, не тот цикл это был как раз самый итеративный поход, когда мы из атомных орбиталей получаем молекулярные. Но здесь этот цикл повторяется много-много раз для каждой комбинации электронной конфигурации системы. так и последнее наверное о чем есть смысл говорить это теория функционала плотности. Звучит умно, правда? На самом деле все очень просто. Здесь идет основное упрощение состоит в том, что мы рассматриваем не волновую функцию, а ее упрощенное представление, а именно плотность электронов. То есть на самом деле квадрат лоновой функции приводит к тому, что у вас абсолютное значение это вероятность третий электрон. Вероятность третий электрон это уже что-то сравнимо с плотностью. Поэтому используется следующее приближение, которое называется теория функционала плотности. Естественно в данном случае у нас уже появляются не лоновые функции, а некие функции что-то падает, нет? Нет, не падает. Функция плотности электронной плотности предполагается, что основное логическое предположение, что для любой системы существует некоторая электронная плотность воображаемая, которая, не взволновляющаяся система, в которой можно описать электронный потенциал. с электром. И эта плотность совпадает с реальной электронной плотностью реальной молекулы. Вот это приближение достаточно сильно упрощает жизнь, и тогда у нас все становится несколько проще. У нас естественно плотность это квадрат волновых функций. Волновые функции мы с вами уже умеем определять на основе базовых наборов. И самое забавное в этом, конечно, это то, что у нас немножко теряется информация о спине, но она потом все равно возобновляется. так, в свое время была доказана теорема, что действительно так, что мы можем всегда представить электронную систему, любую электронную систему, в виде этого упрощения. И в данном случае, как обычно, энергии компонентов разбиваются на несколько частей. Это кинетическая, потенциальная, джей, это что такое у нас? А? Эх ты, черт, написал же, Я думаю, вы вспомните, я же постоянно пытаюсь сделать так, чтобы запомнили все буквы. И XC это, собственно, обменная коррекционная составляющая. Обменная составляющая это из-за того, что, как вы помните, это у вас электроны с одинаковым спином отталкиваются хуже. Коррекционная составляющая это когда у вас, мы должны учитывать, в каком месте электронного облака в каждый момент времени находится электрон. Соответственно, у нас иногда получается что-то большее отталкивается, что-то меньшее. так, естественно, в свое время, что эти господа с помощью своей теории показали, что XC, то есть, вот эта энергия, которая на самом деле и есть основной интерес нашего расчета, который мы не можем посчитать аналитически, и давайте вернемся сюда. Ведь вот эти первые, вот эти компоненты, да, вообще здесь должен быть плюсик, ну ладно, вот эти компоненты мы должны, можем посчитать аналитически, верно? Потенциальную кинетическую энергию и отталкивание. Отталкивание мы можем посчитать, потому что нам все функции известны, луновые. У нас осталось неизвестным это вот это. Так вот, собственно говоря, теоремы Кохна и Хоненберга, они показали, что непосредственно вот эта составляющая коррекционно-обменная, она зависит от плотности. Значит, там есть какой-то и опять-таки эту составляющую поделили на две части, и есть локальная, и градиент коррекционное представление этого дела. Давайте я скажу на словах. Значит, есть у нас вот это вот LDA. Это называется упрощение, которое по-английски называется как Local Density Approximation. Он говорит о том, что, как ни странно, X, а что у нас еще вспоминаем? А что такое? Да, это обменная составляющая. Обменная составляющая это у нас результат чего? Того, что электроны с одинаковым спином отталкиваются все хуже. А? Давно, да, была буква К. Здесь просто я уже, здесь просто здесь некоторые уже попроще, побыстрее. Значит, там это было на самом деле составляющая гамантиана. Здесь просто энергия или часть. Буквка К, это у нас обозначается вид в операторе для обмена составляющей. Здесь мы просто энергию, которую обменной так назвали. Так вот, естественно, что эта составляющая зависит от чего? От плотности, локальной плотности. Чем выше плотность, тем больше ее влияние. Правда? Ну, собственно говоря, ранее это и привели. Но, собственно говоря, оказалось, что это хорошее упрощение и дает достаточно хорошую корреляцию с фронтальными данными. Однако, в последующем был предложен еще один вариант, который называется градиентной поправкой. Учитывается не только локальная плотность, электронная при расчете обменной составляющей, но и градиент этой плотности. Ничего сложного. Вот. и, собственно говоря, для того, чтобы это все хорошо работало, используются разные комбинации вот этих вот составляющих, которые соответствуют как локальной, учету локальной, повышенной локальной плотности, электронной и прочего. значит, отсюда возникает, как ни странно, способы. Надо признать, что из-за того, что мы рассматриваем электронную плотность просто как таковую, все-таки мы не можем определить по-настоящему корреляционную составляющую. Не можем. Но мы можем ее как-то аппоксимировать. Вот эти все аппоксимации были сделаны разными учеными разное время. Это называются функционалы. Собственно говоря, эти функционалы есть не что иное, как отчасти какая-то эмпирическая подгонка под результаты, которые получаются практическим способом. Таким образом, в чистом виде методы функционала плотности нельзя назвать методом Аббинишо. Но тем не менее, они дают очень хорошее совпадение, очень хороший учет корреляционной и обменных составляющих при расчете электронной плотности. Так, ну, собственно говоря, дальше начинается полная гадость, которую вы, вам не с этого не помните, а знать можно. То, что эти функционалы могут быть совершенно разными, и каждый набор исследователей предлагает по-разному учитывать именно вклады в обменную и корреляционную составляющую разных частей электронной плотности, и как результат у нас появляются большие страшные формулы. Самый распространенный на сегодня функционал, который дает очень хорошее совпадение с реальностью, это так называемый функционал B3-Lib. Ну, если быть честным, он считался очень хорошим лет пять назад. Сейчас, наверное, если это и получше, но давайте пока постараюсь, если хотите, поищу во время практику. Такое сейчас считается самым приемом. Хотя B3-Lib все равно очень широко используется. Надо признать, что у всех этих функционалов у них есть некоторая специализация. Допустим, B3-Lib очень хорошо работает по теплотам реакций. Но я вот в своей работе, когда мне надо посчитать барьер, активационный барьер для реакции, я использовал специализированный функционал, который называется M6-02-G-X. Просто это специальным образом какой-то очередной вариант параметров, который позволяет посчитать что-то более точно для широкого спектра соединения. Так, что тут еще можно сказать? А, да, естественно, самый главный, наверное, недостаток ДФТ или циверфункционала плотности это в том, что диспансионные взаимодействия отсюда никак посчитаться не могут. Вообще. и поэтому на самом деле существуют простые аналитические поправки. Фу, как бы это сказать? Правильно, это по-английски они пишут analytical correction. А по сути это означает то, что дополняют просто какую-то функцию, которая очень похожа на функции замунифлярной механики. Там, где у вас есть, если какие-то атомы находятся близко, ядра находятся близко друг к другу, то они притягиваются. Вот и все. Это никакого отношения как ни странно к электронной плотности не имеют. Но тем не менее позволяет хорошо учитывать тоже, опять же, диспансионные взаимодействия в ДФТ. Ну, тут еще какое-то высказывание из Википедии о том, что оценить погрешность ДФТ, к сожалению, на сегодняшний момент в явном виде теоретическом, что называется, обнижшую, мы не можем. То есть его надо обязательно сравнивать с чем-то. Поэтому, как обычно, лучшая проверка счета является практикой. Так. Ну и я надеюсь, что я уже успел вовремя все рассказать. Да, наверное, да. Вот вам предложение. Я знаю, вы откажетесь.